Когда в городе стоит жаркий, солнечный, почти что летний полдень, трудно поверить в то, что где-то вот такая обстановка на дорогах. Это джигинка сразу после дождя. Здесь, в районе Керамзитового завода, в течение часа 24 мая выпало почти 30 мм осадков. Такая интенсивность дождевого потока, само по себе уже опасное погодное явление, характеризующееся как ливневый паводок. А с учетом того, что сход воды был устремлен по склону вниз, он обеспечил подтопление дворов на улице Советской. Вода, конечно, едва зашла за заборы, и глава города Сергей Сергеев отметил, что подтопление не случилось, ведь и в прошлом, и в этом году выделялись полтора миллиона рублей на расчистку водотока. Его сделали и шире, и глубже. Если бы мы не расчистили внизу в прошлом году, здесь бы воды было на два метра больше. Сторожилы же отмечают, что виной всему разрушенная запруда на карьере. Этот карьер закрыли, сделали дамбу, она там собиралась. Она там потихонечку как бы... А, пустой, после дождя собиралась. Да, этого не было. А сейчас, я не знаю, что там, видимо, прорвало, наверное, дождя-то так нету. Глава города вместе с главой станицы осмотрели карьер. Решено рассмотреть все варианты устранения этой проблемы. С учетом мнения старожилов станицы о создании пруда, перехватывающего воду, опираясь на техническую мысль, найти самое верное решение, которое обезопасит жителей Джигинки от возможных паводков. Субтитры создавал DimaTorzok